Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США Ч-5 К началу 1980-х годов стало ясно, что легкий однодвигательный истребитель С-Треугольным крылом Ч-7 не может конкурировать с американскими и советскими истребителями четыре поколения По маневренности, тяговооруженности, характеристикам БРЛС и вооружения китайские версии МиГ-21 безнадежно отставали от F-16 и МиГ-29 Хотя совершенствование серийное производство Ч-7 в КНР продолжалось до 2013 года Разработка нового легкого истребителя в Китае началась приблизительно 30 лет назад Первоначально предполагалось создать самолет с опорой на собственные силы Однако вскоре стало ясно, что столь сложную задачу при приемлемых сроках китайские специалисты способны решить лишь в кооперации с зарубежными коллегами В чьем распоряжении имелись соответствующие наработки и технологии Не задолго до принятия этого решения, в 1987 году, в Израиле под давлением США была прекращена разработка легкого истребителя четыре поколения Иврит, Львенок Проектирование этого самолета началось во второй половине 1982 года, а первый полет опытной машины состоялся в декабре 1986 года Работы шли высокими темпами, начало поставок первых серийных экземпляров было запланировано на 1990 год Однако американцы, опасаясь, что Лави составит конкуренцию сражающимися Соколу, заблокировали финансовую поддержку этой программы В итоге многие наработки по израильскому легкому истребителю были использованы при создании китайского По всей видимости, американское руководство было в курсе китайско-израильского контракта и не препятствовало ему, что стало своеобразной компенсацией за отказ Израиля от запуска в серийное производство истребителя собственной разработки В основу проекта нового китайского самолета были положены основные компоновочные решения израильского истребителя, но считать J.10 полной копьи Лави нельзя Хотя китайско-израильское сотрудничество на первом этапе осуществлялось в обстановке глубокой секретности Передавать в КНР американский ТРДДФ Израильтяне не рискнули В начале 90-х к программе присоединились российские разработчики И в качестве силовой установки был предложен ТРДДФЛ-31Ф, устанавливаемый на экспортные Су-27СК Также на J.10 испытывалась БРЛСН-010 ЖУК Впрочем, как минимум на одном прототипе установили израильский радар ЛТЛ-МЕЛМ-2021 Прототип J.10 Первая информация о новом китайском истребителе появилась в открытой печати осенью 1994 года Когда со ссылкой на американские разведывательные органы было сообщено, что на авиазаводе в Ченду средства космической разведки зафиксировали самолет, своими очертаниями и размерами напоминающие истребителя Юрафайтреф 2000 Тайфун Или Дасул Трафейл Спутниковый снимок Джи-Диэл Эрф Истребителя J.10 на заводском аэродроме в Ченду Первый полет прототипа J.10 состоялся 23 марта 1998 года Официальные фотографии истребителя были представлены в 2007 году До этого в интернете публиковались фотографии, сделанные китайскими споттерами, после чего некоторые из них попали за решетку Именно на основании этих нелегальных фотоснимков стало понятно, что J.10 выполнен по аэродинамической схеме утка с треугольным среднерасположенным крылом, стреловидным, близко расположенным к крылу бга и однокелевым вертикальным оперением Воздухозаборник расположен под фюзеляжем Позже в китайских СМИ была опубликована информация о том, что в конструкции планера, выполненном на основе алюминиевых сплавов, велика доля композитных материалов Серийный истребитель J.10 выполнен статически неустойчивым, что должно обеспечить высокий уровень маневренности Это потребовало применения электродистанционной системы управления с четырехкратным резервированием современной вычислительной техники Серийный истребитель J.10A В китайских источниках сказано, что истребитель J.10A оснащен БРЛС Type 1473 собственной разработки Эта станция способна на встречном курсе обнаружить самолет МиГ-21 на дальности до 100 километров Разработчик утверждает, что БРЛС Type 1473 с цифровой системой управления вооружением может одновременно сопровождать до 10 воздушных целей и обстреливать ракетами средней дальности две из них То есть характеристики станции Type 1473 немного превосходят советскую БРЛС-БРЛС-Н001Э, устанавливавшуюся на истребители Су-27СК В состав БРЭУ J.10A также входит навигационное оборудование GPS INS С цифровым вычислителем параметров полета, ИЛС и система оповещения о радиолокационном облучении Внутренний запас авиационного керосина составляет 4950 л На внутренних подкрыльевых и центральном подфюзеляжном пилоне могут подвешиваться дополнительные топливные баки Для увеличения радиуса действия и продолжительности полета самолеты J.10A с 2006 года оснащаются системой приема топлива в полете Истребитель J.10A вооружен встроенной 23ММ пушкой Type 23, китайская копия ГШ-23 Для борьбы с воздушным противником могут применяться УР ближнего боя с ФГСН PL-8, лицензионные израильские Python-3 или российские R-73 Для ракетных дуэлей или перехвата вражеских бомбардировщиков на средней дальности Изначально были предназначены УР с радиолокационной ГСН PL-11, лицензионная итальянская УР ASPIDE MK-1 Максимальная дальность пуска PL-11 составляет 55 километров В общей сложности на J.10A имеется 11 внешних узлов подвески На которых может быть размещена полезная нагрузка масса 7250 килограммов Сообщается, что с целью повышения боевых возможностей в состав вооружения Введены современные высокоманевренные ракеты ближнего боя PL-10, которые якобы превосходят имеющиеся в КНР российские R-73 Повысить огневые возможности на большие дальности должны PL-12 с активной радиолокационной ГСН Согласно рекламным данным, представленным на аэрокосмических салонах Истребитель J.10A с максимальной взлетной массой 19277 килограммов Оснащенный ТРДДФЛ-31ФН имеет боевой радиус до 800 километров Максимальная скорость полета на большой высоте 2340 километров в час Крейсерская 970 километров в час Сообщается, что без включения форсажа самолет может совершать полет со скоростью 1110 километров в час Потолок 18000 метров Тяга вооруженность при снаряженной массе 18000 килограммов 0,7 Учебно-боевой двухместный истребитель J.10A Одновременно с принятием J.10A на вооружение В Чинду началась серийная постройка двухместной учебно-боевой модификации J.10A Эта модель оснащена полным комплектом бортового оборудования и вооружения, но имеет меньшую дальность полета В 2008 году стартовали испытания усовершенствованного J.10V А во второй половине 2013 года в китайском интернете появились фотографии серийного самолета с бортовым номером 101, сделанные на аэродроме в Чинду В 2013 году было официально объявлено, что налажен серийный выпуск истребителей J.10V К концу 2015 года было построено уже 50 самолетов J.10V Истребитель J.10V Основным отличием истребителя J.10V от J.10A является использование в составе Брео новой БРЛС Софар Благодаря отсутствию тяжелого механизма вращения антенны имеется возможность снизить массу радара и сделать самолет легче Также J.10V получил высокоэффективную оптоэлектронную станцию для обнаружения целей по их тепловому излучению В качестве силовой установки на серийных J.10V используется турбореактивный двигатель с форсажной камерой АЛ-31ФН российского производства Однако в СМИ просочилась информация, что с 2011 по 2015 год велись испытания истребителя с двигателем WS-10A И в настоящее время модификация с китайским двигателем готова для массового производства В июне 2017 года в китайском интернете были опубликованы фотографии истребителя J.10S Sur PL.10 ближнего боя и с новейшими дальнобойными PL.15 С учетом того, что по американским данным дальность пуска ракет PL.15 может достигать 150 километров на истребителя J.10S должен быть радар с очень высокими энергетическими показателями Истребитель J.10S Также в конструкции планера J.10S реализован ряд технических решений, направленных на снижение радиолокационной заметности Главным образом за счет изменения конструкции воздухозаборника и широкому использованию композитных материалов В мае 2017 года китайская корпорация ВИЧ официально заявила о создании первого в мире радиолокатора LKF-601E Сафар воздушного охлаждения Предположительно эта радиолокационная станция предназначена для установки на истребителя J.10S BRLS LKF-601E Согласно информации, озвученной на авиационно-космическом салоне в Чжухае, BRLS LKF-601E Способна сопровождать до 15 целей типа истребитель на дальности 170 километров Станция работает на частоте 3 ГГц Мощность 4 киловатта Масса около 145 килограммов Первым строевым полком ВВС НААК, перевооружившимся АЭС 7 на J.10 в 2004 году, стал 131-й и обдислоцированный на авиабазе Лиу-Лиан В окрестностях города Кунь-Мин провинции Юнь-Нань на юге КНР Спутниковый снимок J.T.L. Earth Истребителя J.10 на авиабазе Лиу-Лиан В окрестностях города Кунь-Мин В настоящее время истребителя J.10 играют заметную роль в обеспечении противовоздушной обороны Китая Так, 131-й и Апна J.10а совместность с 125-м и Апна J.7G и 6-м и Апна Су-30МКК и J.11В осуществляют прикрытие границы КНР с Вьетнамом В данный момент на авиабазе Лиу-Лиан На постоянной основе также базируются самолеты Дрла К.J.500, что говорит о том, что в ВВС-НОАК налажено успешное взаимодействие воздушных радарных постов и пунктов управления с новыми легкими истребителями В целом J.10а является твердым середнячком в классе легких истребителей Но даже сейчас самолеты первых серий, с двигателем от нашего Су-27, по ряду параметров превосходят американские F.16 и европейские Eurofighter F.2000 Уже в первых учебных воздушных схватках с Су-27СКА и их китайскими клонами J.11 выяснилось, что в силу высокой маневренности в горизонтальной плоскости J.10а являются сложными противниками Ожидается, что после доводки авиационного двигателя W.S.10 с управляемым вектором тяги Он будет установлен на серийных истребителях семейства J.10 Прототип истребителя Soft, известный как J.10ВТВС, демонстрировался на авиакосмических салонах Ряд авиационных экспертов считает, что именно в связи с успешным созданием собственного самолета J.10 Китай отказался от приобретения в России легких истребителей МиГ-29 В настоящее время J.10 АСЛЕШВА серьезно потеснили в ВВС НААК устаревшие легкие истребители J.7 Перехватчики J.8 В общей сложности на предприятии ЧАНГДА АРКРАФТ ИНДУСТРИ КООПЕРАЩИН Построено более 350 самолетов J.10 всех модификаций Объем годового производства может достигать 40 экземпляров Помимо совершенствования истребителей 4 поколения в КНР ведется создание боевых самолетов, способных вывести ВВС НААК на новый уровень Более 10 лет назад появилась информация о работах по созданию тяжелого китайского истребителя Со широким использованием технологий малой радиолокационной заметности, способного совершать полетно-крейсерской сверхзвуковой скорости Прототип истребителя 5 поколения J.20 создавался на предприятии ЧАНГДА АРКРАФТ ИНДУСТРИ КООПЕРАЩИН В городе ЧАНДУ, где уже была налажена сборка легких истребителей J.10 Спутниковый снимок GGL Earth Истребитель 5 поколения J.20 на заводском аэродроме в ЧАНДУ Первый полет опытного экземпляра J.20 C.11 января 2011 года Внешне J.20 сильно напоминает опытный российский истребитель МиГ-1.44 В то же время его отдельные части имеют сходство с американскими самолетами F.22 и F.35 Для испытаний было построено 8 прототипов, отличавшихся составом Бреа и двигателями В феврале 2014 года поднялся в воздух самолет с бортовым номером 2011, конструкция которого имела серьезные отличия от предшествующих летных прототипов Изменению подверглись воздухозаборники, получившие меньшее сечение, Стала другой форма задних кромок крыла и оперения С целью снижения радиолокационной заметности изменилась конфигурация створок внутреннего цека вооружений и шасси, А также геометрия хвостовых балок и расположенных на них под фюзеляжных гребней В дополнение к этому под остеклением фонаря появилась силовая дуга На самолете установлена убираемая вовнутрь штанга топливоприемника Прицерийный экземпляр Ч.20 с бортовым номером 2011 Сообщается, что данный экземпляр с полным набором вооружения Бреа стал эталонным образцом для партии истребителей, предназначенных для войсковых испытаний В октябре 2017 года китайские СМИ сообщили, что самолет готов для серийного производства и эксплуатации в войсках Прицерийная партия, направленная на войсковые испытания, составила 20 самолетов В западных источниках со ссылкой на китайских представителей говорится, что модификация Ч.20 официально принята на вооружение ВВС НААК Согласно сведениям, опубликованным в открытых источниках, истребитель Ч.20 имеет максимальный взлетный вес около 37 тысяч килограммов Масса пустого 13 900 килограммов Длина 20,4 метра Размах крыла 13,5 метра Дальность полета более 5000 километров На первых опытных экземплярах и самолетах, предназначавшихся для войсковых испытаний, установлены двигатели АЛ-31Ф российского производства В китайском интернате пишут, что на самолете с бортовым номером 2016 используется ТРДДФ китайского производства с изменяемым вектором тяги Скорее всего речь идет о двигателях WS-10G, но в перспективе серийные Ч.20 должны получить ТРДДФ WS-15 с тягой на форсаже более 190 КН Максимальная скорость полета около 2,2 м Истребитель Ч.20 оснащен весьма совершенным БРЭО китайского производства В прошлом западные эксперты писали, что на самолете будет установлена БРЛС SOFAR Type 1475 KLJ 5 Но недавно выяснилось, что этот радар предназначен для истребителя J-11D ANA J-20 планирует установить более мощную радиолокационную станцию В носовой части самолета расположена оптоэлектронная станция Еще шесть дополнительных датчиков размещены на планере Аппаратура связи с высокоскоростными линиями обмена цифровой информацией позволяет взаимодействовать с наземными командными пунктами самолетами ДРЛА, другими истребителями и управлять беспилотными летательными аппаратами Самолет имеет стеклянную кабину с многофункциональными цветными жидкокристаллическими сенсорными дисплеями Прицельная и тактическая информация может отображаться с помощью голографического проектора Вооружение истребителя J-20 размещается на внешних узлах подвески и во внутренних отсеках, закрываемых створками Для ведения ближнего боя предназначены УР-10 Дальние ракетные дуэли предполагается вести с помощью УР-12 ПЛ-15 Специально для китайского истребителя 5 поколения создана дальнобойная ракета ПЛ-21 Испытания УР-21 начались в 2012 году По американским данным, эта ракета весит около 300 кг и имеет максимальную дальность пуска до 200 км По мнению американских экспертов, с момента формального принятия J-20а на вооружение должно пройти 3-4 года после чего китайский истребитель 5 поколения начнет поступать в строевые авиаполки Вряд ли серийному истребителю J-20а удастся превзойти полетным и боевым характеристикам американский F-22а и российский Су-57 Тем не менее J-20а с боевым радиусом около 2000 км оснащенный мощной БРЛС Сафар вооруженный дальнобойными ракетами с активной радиолокационной системой наведения и способной совершать длительные полеты на сверхзвуковой крейсерской скорости существенно повысят возможности ПВО КНР По мнению американских экспертов в течение ближайшего десятилетия в КНР может быть построено до 300 истребителей J-20а Таким образом, ВВС NOAC сможет численно компенсировать превосходство американских и российских истребителей 5 поколений в летных данных Как известно, производство Lockheed Martin F-22а Raptor завершено в 2011 году и всего построено 187 серийных самолетов Что касается российского C-57 то он пока не принят на вооружение и вряд ли до 2028 года объемы его производства превысит 100 единиц Еще одним разрабатываемым в КНР истребителем 5 поколений является J-31 На западе этот самолет склонны рассматривать как функциональный аналог американского Lockheed Martin F-35 Lightning II Самолет, созданный на предприятии Shenyang Aircraft Corporation совершил первый полет 31 октября 2012 года Прототип J-31 На авиационно-космическом салоне Чуха-2014 были объявлены предварительные летные данные J-31 На самолете с максимальным взлетным весом 28 тысяч килограммов в качестве силовой установки используются два ТРДДФ российского производства РД-93 с тягой на форсаже 85КН Эти двигатели изначально разрабатывались для истребителя МиГ-29 и используются в КНР на китайском экспортном истребителе J-F 17 В перспективе российские РД-93 должны быть заменены китайским WS-13Е с форсажной тягой 90КН Проектная максимальная скорость полета 2200 километров Боевой радиус без дозаправки в воздухе 1200 километров На J-31 установлена BRLS SOFAR Type 1478 На фоне земли, на дальности 90 километров эта станция способна обнаружить цель СЕПР-3 метра и одновременно сопровождать 10 целей Масса радиалокатора 120 килограммов Также в состав БРЭА должны войти стандартный набор АПТО и электронных датчиков и современная авионика Неизвестно, есть ли на J-31 внутренние отсеки вооружения, но если даже они имеются, объем их невелик При подвеске бомб и ракет на наружных пилонах Меры по снижению радиолокационной заметности во многом будут обесценены Хотя программа создания J-31 финансируется из государственного бюджета Судя по всему она не находится в числе приоритетных и ее развитие идет невысокими по китайским меркам темпами В настоящее время построено всего два летных экземпляра В перспективе места истребителя J-31 в ВВС Ноак не определено Этот самолет не сможет превзойти более крупный J-20А А по своим летным данным, и при гораздо более высокой стоимости в воздушном бойне будет иметь превосходства над серийными китайскими J-11В-D и российскими Су-30МКК и Су-30МК-2 Продолжение следует По материалам H-T-T-P-S colon slash slash www.ran.org slash H-T-T-P colon slash slash gaiman.blogspot.com slash H-T-T-P-S colon slash slash www.globalsecurity.org slash H-T-T-P colon slash slash mill.news.cena.com.cn slash H-T-T-P colon slash slash airwar.ru slash H-T-T-P colon slash slash gHOmoa.com slash slash reactiona.com slash H-T-T-P colon slash slash H-T-P-S colon slash L-A-A-N-A-Y-U-D. H-T-P-S colon slash slash D-F-E-T-P-S-A-P-S-A-N-S-A-N-C-A-N-S-A-N-S-A-N-Sh.com. Субтитры сделал DimaTorzok